Высший совет безопасности призвал сократить потребление газа в государственных учреждениях и уделить приоритетное внимание отоплению больниц. Об этом на брифинге после заседания заявила глава государства. По словам Майсанду, Молдова обратилась за помощью к партнерам по развитию, чтобы преодолеть энергетический кризис, в котором оказалась наша страна. Подробности переговоров с российским поставщиком президент не сообщил, отметив лишь, что провела несколько телефонных переговоров с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Казаком. Сегодня же премьер Наталья Гаврилица сообщила о прогрессе на переговорах с Газпромом, однако в Москве заявили, что переговоры с Молдовой продолжились, при этом никаких подробностей там не предоставили. Как стало известно, победитель четвертого тендера Энергокома направит в Молдову еще полтора миллиона кубометров газа. Это украинская компания «Нафтогаз». На заседании Высшего совета безопасности сегодня мы приняли несколько решений. В их числе рекомендовать комиссии по чрезвычайным ситуациям предпринять меры по обеспечению медицинских учреждений, в частности, больниц с альтернативными источниками энергии или необходимым оборудованием для нормальной работы. Второе – ввести меры оптимизации по расходованию природного газа для производства теплоэнергии в госучреждения. В то же время Майя Санду призвала ответственных лиц найти формулы и способы закупки необходимого количества топочного мазута для работы ТЭЦ. Президент отметила, что обсуждала энергетический кризис с главами других государств, которым обратилась за помощью в преодолении ситуации. Майя Санду также пояснила, почему не едет на переговоры в Москву. У меня было множество переговоров с представителями Российской Федерации, в частности, с господином Казаком. И наша договоренность была следующей. До того, как мы приступим к обсуждению встреч на уровне президентов, необходимо зарегистрировать прогрессы в решении тем, которые у нас есть на повестке. И это видение разделяет обе стороны. В сложившейся ситуации Майя Санду призвала граждан проявить национальную солидарность. Отвечая на вопросы о переговорах с Газпромом, президент отметила лишь, что Молдова хочет получить максимально выгодную цену. Как отметили в правительстве, закупочные цены являются рыночными. И вы можете проверить, какие цены на рынке. Почему не называется точная цифра? Потому что правительство продолжает осуществлять закупки. И если бы анонсировало цену, полученную на сегодняшний день, все, кто придут с предложениями завтра или послезавтра, будут ориентироваться на эту цену. В то же время, как заявила премьер Наталья Гаврилица, по итогам заседания Совета Ассоциации ЕС Молдова в Брюсселе, в переговорах с Газпромом о поставках газа в нашу страну наметился определенный прогресс. Вице-премьер Андрей Спыну находится в Санкт-Петербурге. Переговоры регистрируют определенный прогресс. При этом мы желаем иметь и другие альтернативы на долгосрочную перспективу. В то же время Гаврилица напомнила, что Молдова много лет сотрудничала с Газпромом и выполняла все контрактные обязательства. Мы выступаем за подписание контракта, условия которого сможем выполнить. В течение многих лет мы сотрудничаем с Газпромом. Все это время мы были надежными партнерами и сейчас ждем прагматичных переговоров, сосредоточенных на экономической и коммерческой составляющих. Премьер также поблагодарила Европейский Союз за грант в 60 миллионов евро для оказания помощи во время газового кризиса. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что эти деньги помогут в сложное время уязвимым слоям населения.